Всем привет! Мы вернулись в студию. Мы начинаем нашу эфирную трансляцию, прямой эфир, телевизионный, нон-стоп на ПХД из 2022. И начнем разговор мы с того, что, собственно, происходило на стенд-оффе, который немножечко опередил ПХД. Немножечко, на два дня. Два дня наши защитники и нападающие уже изо всех сил работают в нашем государстве. Им много чего удалось сделать. И поподробнее о том, что у нас происходило, я сегодня поболтаю со своими гостями. И у меня в гостях Алексей Лобзин. Привет, Алексей! Это компания InnoStage. Для тех, кто не в курсе, InnoStage уже второй год является соорганизатором форума Positive Hack Days. И, по-моему, второй же год вы плотно участвуете в стенд-оффе, правильно? Мы второй год выступаем в роли глобального сока, сока-арбитра, который наблюдает за всем, что происходит на киберполигоне и выступает арбитром, то есть верифицирует отчеты красных и синих команд. Поэтому сегодня мы будем тебя пытать со страшной силой. Я готов. Со страшной. Второй мой гость Олег Иванов. Привет, Олег! Привет, Олег! Для тех, кто пропустил нашу беседу с Олегом вчера, напомню, Олег занимается разработкой технической айтишной части нашего стенд-оффа, правильно? Да, все верно. Поэтому у меня в студии встретились два человека. Один человек, который создал вот это вот все, а второй человек, который вынужден был к этой инфраструктуре интегрироваться как сок. Скажите, вы вообще довольны работать друг с другом? Ну, я могу сказать от тебя. Мы, потому что уже не первый год работаем, поэтому мы с каждым годом становимся все более и более довольными. Вот. И более и более понятно. На одном языке начинаем говорить, поэтому все отлично. Я вынуждена тебя прервать, Олег. Вынуждена прервать, потому что у нас прямой эфир, новости, все по-настоящему. И только что, только что в нашем государстве на железнодорожной станции случилось ЧП, случилось, как обычно, как обычно, мошенничают с продажей билетов. Ситуация, кстати, ты ее закладывал, да? Да, это такая достаточно базовая ситуация. Базовая? Ситуация, да, прям в периметре. Ну, это такой обычный сервис, который отвечает за продажу билетов. И там недостаточно несложная уязвимость, которая позволяет атакующим купить билеты за 0 рублей, либо с большой скидкой. Вот. Поэтому, вот, как бы мы уже второй день замечаем, как такое происходит. Сколько раз уже удалось нарушить работу, работу касс, продающих билеты? Если сейчас ты сказал, что это новое нарушение, то это уже будет 14-й раз, когда команда хакеров использует то, что на периметре находится действительно сервис, который написан на open-source, указана версионность, которую забиваешь в Google, и четвертая вкладка показывает, выдает тебе exploit, с помощью которого ты становишься администратором этого сайта и меняешь стоимость, как тебе хочется. Вы получали эту цепочку, у меня ощущение, что вы даете мастер-класс по взлому, когда мы были в соке, у меня было чувство, что вот сейчас, вот прям сейчас, просто все, кто нас видел, должны пойти и попробовать. Даже я справлюсь, наверное. Наверное, но чем дальше и больше команд продолжает пытаться взломать и реализовать этот бизнес-риск, тем меньше очков, на самом деле, они получают. Сейчас это практически неинтересно с точки зрения игры, потому что вот крайний раз команда получала за это, по-моему, 20 баллов. Поэтому нужно искать новые риски, нужно к ним стремиться, и в этом смысле можно сказать, что по итогам двух игровых дней все, без исключения офисы, которые у нас есть, все предприятия, все объекты, они скомпрометированы. Злоумышленники сидят в инфраструктуре, где-то в пользовательском сегменте, а где-то уже в бизнес-приложениях, и им остался буквально один шаг для реализации рисков, связанных с нарушением деятельности АСУ-ТП. Это то, что вы с Володей только что смотрели на стенде. Как ты планировал, когда создавал инфраструктуру? Ты рассчитывал, что риски будут реализованы настолько быстро, и что злоумышленники настолько быстро окажутся внутри? Два дня всего прошло. Мы достаточно долго думали над тем форматом, который должен проходить в рамках именно конференции, потому что у нас есть четыре дня, два из которых мы попадаем на саму конференцию, и хочется, чтобы вот в эти два дня был самый такой максимальный эффект и вовлеченность всех присутствующих. Вот, поэтому два дня были на раскачку, а вот следующие два дня мы ждем, чтобы будет больше и больше рисков реализовано. Да, по идее, пока все идет по плану. На самом деле, мы, как и любой новостной канал, собирали новости вчера, и у нас есть небольшая сводка того, что происходило на стенд-оффе в последние два дня. Поэтому сейчас, внимание на экран, мы покажем вам нашу статистику. Первое, о чем я хотела рассказать. 14 недопустимых событий были реализованы за два дня киберучений. Из 100, правильно, да? Всего у нас событий заложено 100. Как вы считаете, 14 из 100 – это чуть больше 10% за два дня. Это норм результат или ребятам надо поднапрячься? Юль, давай я тебя поправлю. Давай. В систему заложено 100 различных неповторяющихся бизнес-рисков. Неповторяющихся бизнес-рисков, да. А наши команды уникальных рисков реализовали только три. Только три. А 14 – это вместе с повторами? Да, это вместе с повторами. А, тогда вообще как-то скучно. Поэтому ребята пока будем считать, что разминаются. Но можно, например, выделить за прошлый день ребят наших французских коллег, французскую команду атакующую Багет Тупейн. Французскую? Ну, да. Ребята сдают отчеты на английском языке. Им за это отдельный респект. А почему ты говоришь, что они французы, если они отчеты на английском сдают? Ну, есть подозрение, что ребята из Франции. Может быть, из-за названия. Может быть, еще почему-то наши аналитики просто уверены, что это французы. Может быть, они между собой их так называют. Удивительно. Ребят, если вы правда параллеву во Франце, напишите следующий отчет на французском. Мы будем очень-очень рады. Так, следующая история. Следующая история про отчеты об инцидентах. Целых 120 отчетов сдали защитники за два дня. Правильно? Я боюсь, что Олег, наверное, их в глаза не видел эти отчеты, да? Ну, туда больше вопрос коллегам. Чуть-чуть дослали еще ребята после завершения игрового дня. Да, уже приближается к 150. А скажи мне, по какой отрасли больше всего отчетов сдано? Бедные ребята из Heavy Logistics. Это логистическая транспортная компания. Больше всего инцидентов у них. Больше всего команд, которые реализовали риск по изменению стоимости ЖД-билетов. Я отдельный респект хочу выразить команде защитников. Мы на своем примере знаем, как сложно разбирать, когда участвовали в качестве команды защиты. Первый же риск, который реализовали на нашей инфраструктуре, одновременно реализовали с разницей две минуты по одному и тому же вектору две команды атакующих. Я помню эту историю, когда вы пытались выяснить, это вообще кто. Да, какие шаги, какой команде отнести. Там различные комбинации. Сложно было это сделать. А у них, представляешь, 13 команд реализовало этот риск. Они по времени, конечно, более разнесены. Но ребятам приходится нелегко. Но они молодцы, разбираются, присылают отчеты. Им большой привет. Ребята, держитесь, вы молодцы. Следующая новость касается уязвимостей и отчетов об уязвимостях. Олег, мы с тобой будем про них разговаривать. Мне сообщают, что 144 отчета об уязвимостях приняты за два дня киберучения. Это правда? Да, это правда. Достаточно много сервисов у нас уязвимых в инфраструктуре. Мы так специально закладывали. Не все отчеты, которые сдают, они, конечно, всегда подходят по описанию. Мы делаем корректировки. А у вас есть какие-то требования? Ты можешь их сейчас озвучить, чтобы сдавали правильно? Есть требования более детально рассказывать, как они реализовали ту или иную уязвимость. Поэтому, да, такое количество уже есть. С каждым днем все больше и больше. Будем ждать, что это все будет только увеличиваться. Еще хотел добавить, что у нас в этом году более реалистичные отрасли. И в том числе, что у нас финансовая отрасль появилась. И там банк целый есть. Есть межбанковское взаимодействие. Ко всему этому мы такого для общего визуализации сделали биржу, где у нас представлены компании, которые торгуются на бирже. Какие компании торгуются на нашей бирже? Те компании, которые участвуют в нашем Сэндофиле, те шесть компаний, шесть сегментов, которые мы делаем. То есть каждая компания разместилась? Да, да. И мы показываем, там есть своя визуализация, где каждый риск, как аффектит настроение биржи и котировки данной компании. О, так, 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 что происходит с котировками железных дорог? Ну вот, да, они первый раз, потому что это была первая сводка. Да, как это была живая сводка, первый раз, потому что их взломали самыми первыми. Поэтому сразу биржа очень отрицательно отреагировала на это, и было большое падение. После следующих рисков, потому что они были повторяющимися, уже таких сильных падений не было. Но мы увидели уже такие же падения на другой компании, которые занимаются нефтодобычей, потому что реализация там происходит. В общем, наблюдайте за этим тоже. Это очень интересно. А скажи, пожалуйста, находясь здесь, на стенд-оффе, на ПХД, в какое место нужно посмотреть, чтобы последить за биржевыми сводками? Где они? Ну, мы только что приводили примеры на наших кранах, наши телезрители видели эти же котировки. У нас этот сервис доступен по определенному уру, но пока только для внутренних пользователей. Возможно, мы в текущие два дня сможем вывести его на экраны, чтобы всем было интересно смотреть, что происходит еще и на нашей бирже. Очень здорово, очень здорово. Скажи, пожалуйста, учитываете ли вы в своем соке, в своей работе, еще и информацию с нашей биржи? Я очень плохо слышно, Юль. Я стараюсь говорить с тобой погромче, но так, ладно, едем дальше. Друзья мои, я хочу сказать, что, между прочим, в этом году за эти два дня уязвимостей было реализовано в два раза больше... Нет, отчетов об уязвимостях было сдано уже в два раза больше, чем в прошлом ноябрьском стенд-допе за все время, правильно, да? Так, со мной все согласны. Мы с тобой согласны, да? Ну, я думаю, что примерно такая статистика есть, потому что есть отличимые особенности в архитектуре. Потому что у нас в ноябре был большой город, ну, большое государство, а сейчас у нас государство и разрозненные компании. И получается, у нас в прошлом году была одна точка входа, а сейчас у нас шесть точек входа, больше уязвимых приложений. Ну, инфраструктура сама чуть больше, вот, и чуть проще, чем в ноябре, чтобы было интереснее участвовать в команду. Поэтому цифры больше. Скажи, пожалуйста, как распределяются по количеству отчеты по сданным уязвимостям? Чего больше, а чего меньше? Хороший вопрос. Я надеюсь. На самом деле плюс-минус в равной мере, потому что мы, ну, закладываем разные уязвимости в каждое приложение. И большинство атакующих идут по тем сценариям, которые мы закладывали. Поэтому раз данный УЗИ скомпрометирован, значит, все те вектора, которые мы заложили, они были реализованы. А там это сразу набор. Это где-то сквейлин-инъекции, где-то уже непосредственно РЦЕ, где-то какие-то мисконфигурации. Вот, поэтому как бы все идет по плану, по графику. Поэтому тяжело сказать такую статистику, которую ты запросил. А защитники фиксируют же, да? Да, я могу дополнить. Со своей стороны, ну, мы видим, например, как активно ребята используют все последние уязвимости и инструменты для повышения привилегий. Пятипотам, Сириус Сэм, Принц Пуллер и нашумевшая в конце прошлого года уязвимость Lock4J или Lock4Shell. Также ребята находят и успешно ее эксплуатируют. Что-то мне подсказывает, что благодаря таким гостям в нашей студии очень живенько, очень живенько идет работа на нашем стендоффе. По-моему, вы бесконечно рассказываете все возможные секреты. Я могу, я могу. Уязвимости перечислил. Цепочки вчера рассказали. Вот прям слушай, записывай и вперед. Ну, мы, кроме того, что помогаем красным командам, мы очередной раз, как бы, удивляемся и выражаем респект их подготовке. Потому что, когда мы изучаем то, как ребята готовились и какие техники применяют, в частности, ДНС, туннелирование, всегда приятно нашим аналитикам такое наблюдать, такой класс подготовки. Ресурсы с названием «Сок и на стейж», которые заранее уже припасены для игры, чтобы команды защитников, да, да, не бросались в глаза такие ресурсы. Но, кроме этого, хочется их пожурить, потому что, откровенно говоря, в некоторых отраслях началась между красными командами игра в «Царь горы». Когда, попадая первыми там или вторыми в инфраструктуру, они начинают мешать и различным образом пакостей другим командам. А за что ты их журишь? Это нормальное поведение. Мы перед началом этого турнира договорились, что в «Царь горы» мы не играем, поэтому это последнее китайское предупреждение. Дальше мы будем ребят наказывать за такие вещи. А как наказывать? Это секрет. Отлучать? Это будет чувствительно. Чувствительно? Слушай, расскажи, пожалуйста, что происходит на стороне защиты. Видите ли вы в отчетах, которые сдают защитники, те самые уязвимости, о которых говорил Олег? Видите ли вы те инструменты, собственно, которые ты сейчас описывал, которые тебя восхищают? Насколько хороши отчеты защитников? Отчеты? Голоза защитников. Насколько хороши? Как я уже говорил, сложнее всего приходится ребятам, которые защищают объект Heavy Logistics. Но они молодцы. Их отчеты достаточно полные. Как говорил Олег, мы тоже ожидаем больше технических подробностей. Не всегда в отчетах этого хватает. Но в целом ребята работают очень серьезно. Есть команды, которые не первый год на стендоффе. И, честно говоря, это видно сразу. Видно. Это видно сразу и по качеству отчетов, по скорости реакции и по степени подготовки к мероприятию. Они уже понимают, чего ожидать, куда надо смотреть. Здорово изучили свою инфраструктуру и оперативно сдают отчеты. Ребят, спасибо вам большое. Со мной в студии был Алексей Лобзин, Олег Иванов. И они нам рассказывали о том, что происходило два дня на нашем стендоффе. Мы с ними встретимся еще не раз, потому что событий будет много. Вы, пожалуйста, не расслабляйтесь. Изучайте получше, что там происходит. Приходите с подробностями, которые прям жарененькие. Про французов мне очень понравилось. Я надеюсь, что это исполнится. У вас есть... А, нет у вас никаких шансов. Сегодня желание загадываю в эфире только я. Я попросила французов написать по-французски. А вы, пожалуйста, не переключайтесь. Я передаю микрофон из студии нашим следующим гостям. Дальше будет только интересней.